6 ноября в служебном классе Янакевской справительной колонии номер 52 состоялось выездное заседание Наблюдательной комиссии Исполнительного комитета Янакевского горсовета под председательством заместителя городского головы Евгения Азюменко. Основная задача Наблюдательной комиссии – защита и соблюдение прав осужденных во время отбывания наказания, а также предоставление помощи в ресоциализации людям, освободившимся из мест лишения свободы. По словам Евгения Юрьевича, каждый приезд комиссии в исправительное учреждение является знаковым в судьбах заключенных, становясь своеобразным стимулом для хорошего поведения. При рассмотрении дел нужно учитывать все, как относятся осужденных к садейному преступлению, чем занимался в местах лишения свободы, есть ли поощрение или взыскание, есть ли семья, дети. Плюс ко всему работник исправительного учреждения дает свою характеристику отбывающему наказание. И только после этого члены комиссии путем голосования принимают решение об изменении меры наказания. Начальник отдела по контролю за исполнением судебных решений Андрей Сварчевский обратил внимание присутствующих на то, что в данной ситуации следует оценивать не преступные действия заключенных, совершенные ими ранее, а непосредственно их поведение в местах лишения свободы. Всего было рассмотрено 22 дела, в результате чего 21 заключенные, отбывающие наказание в исправительной колонии максимального режима безопасности, по решению комиссии был переведен в колонию среднего режима, то есть условия наказания этих осужденных были заменены на более мягкие. Я слушал пояснение осужденного. Я считаю, что заслуживает изменение меры отбывания наказания и можно согласовать представление по изменению условий содержания осужденного путем переведения его в исправительную колонию и нового уровня безопасности. Кто за это предложение? Прошу проголосовать. Также было рассмотрено одно дело об условно-досрочном освобождении. Отзывы о данном заключенном были самые положительные. С идеей нам раскаялся, вино осознал. 22 поощрения. Ни одного взыскания за весь период отбывания наказания. Дома ждут жена и дочь. Нельзя не отметить тот факт, что за годы, проведенные в исправительном учреждении, он стал прилежным работником на производстве. Именно поэтому руководство колонии предложило ему после освобождения остаться работать. И он дал согласие. Члены комиссии единогласно приняли решение и подписали документ об условно-досрочном освобождении, который будет передан в суд. Там же будет принято окончательное решение.